В ходе рабочего визита в область Абая президент Токаев дал ряд поручений. По его словам, инфраструктура города-семей крайне изношена. Летом нет горячей воды, а зимой дома не отапливаются. Вредные выбросы ТЭЦ сильно загрязняют воздух в городе. Поэтому он поручил Кабмину совместно с Акиматом рассмотреть вопрос о строительстве современной ТЭЦ в семье. Токаев обратил внимание на качество дорог в регионе. Через область Абая проходит многие пути. Регион граничит с Россией и Китаем. В целях развития транспортного потенциала страны планируется проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты, отметил он. Решение об образовании Абайской области не было случайным и ситуативным. Это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами. В рамках точечной административно-территориальной реформы мы воссоздали исторический центр всего Восточного Казахстана. Также в регионе необходимо создать сухой порт, логистический парк и развивать транспортные коридоры. Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста. Правительство совместно с областным Акиматом должны завершить его за три года, сказал он. Также поручаю организовать капитальный ремонт подвесного моста, отметил президент. Кроме того, глава государства напомнил, что образование остается главным условием становления конкурентоспособной и успешной нации. В школах области Абай сохраняется дефицит примерно 9 тысяч ученических мест. Поручаю Кабмину и Акимату раз и навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона, сказал президент страны. 67-летний Жигули Дайрабаев выдвинут в качестве кандидата в президенты от партии АУ. На внеочередном съезде делегаты проголосовали за его кандидатуру. Он является председателем комитета агропромышленного комплекса президиума НПП Атамикен, председателем ассоциации фермеров. Дайрабаев окончил Казахский сельскохозяйственный институт, работал помощником Чабана и дорос до директора совхоза. Если честно сказать, я не ожидал, что они мне партии будут выдвигать. Поэтому мы тоже сосредоточимся, обмозгуем, будем планировать, как вести предвыборную агитацию. И мы будем тоже советоваться, будем готовить планы, платформы. Когда вы узнали, что вас избирают? Дайрабаев заявил, что хочет развивать инфраструктуру села и вообще он дал понять, что возлагает большие надежды на АПК. Но по оценкам экономистов, аграрные страны в основном бедные. Даже Южная Корея раньше была аграрной, но бедной страной. Теперь Корея феноменально растет. И не потому, что выращивала много риса, а потому, что там появилась индустриализация. Труд стал более дорогим. Но кандидат от партии АУЛ не стал раскрывать детали. Дайрабаев даже отказался отвечать на вопрос, кого он видит своим главным конкурентом на этих выборах. Вы поддерживаете политику действующего президента? Я поддерживаю политику президента. А тогда как вы будете опланировать выборы? Ну как? Это же... Ну это нелогично. Ну как нелогично. Вы поддерживаете? Я поддерживаю. Кто еще будет выдвигать свою кандидатуру? Председатель партии Ахжол Азат Перуашев заявлял, что в его партии тоже найдется достойный кандидат. А вот в народной партии официально сообщили, что не будут никого выдвигать. Их полностью устраивает реформы Токаева. Поэтому экс-коммунисты намерены поддерживать действующего президента. Сенатор Толомисов в своем запросе попросил уделить внимание проблемам жилья детей-сирот. По официальным данным в республике насчитывается около 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 18 тысяч воспитываются приемными семьями. Также по республике действует 89 организаций для детей-сирот. Тем не менее, темпы работы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медленные и требуют совершенствования, заявил сенатор. По данным Министерства индустрии, на сегодняшний день в категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей 60 тысяч граждан находятся в очереди на получение жилья. Если в 2021 году жилье получили 1211 человек, то в первом полугодии нынешнего года только 287. Это только 13% от общего количества жилья, предоставленного в прошлом году. Если эта работа будет продолжаться такими темпами, то только на обеспечение жильем данной категории очередников потребуется 50 лет. Поэтому предлагаю поставить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на постоянную прописку по месту пребывания, то есть рождения, а не по месту нахождения учреждений, в которых они воспитываются, и поставить в очередь на жилье в тех же регионах. Это, в свою очередь, позволит им быстрее получить доступ к жилью. С 1 по 3 октября автомобильные пункты пропуска на казахстанской-китайской границе не будут работать. Комитет государственных доходов информирует о том, что в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики пропуск лиц, транспорта и грузов на этих пунктах пропуска работать не будут. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанской-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее запланировать свой маршрут с учетом введенных ограничений. Аким Актюбинской области Яролы Тухжанов встретился с представителями средств массовой информации. Журналисты смогли задать главе региона интересующие вопросы, касающиеся социально-экономического развития области. В их числе решение важных проблем, связанных с развитием инфраструктуры, долгостроями, расширением и углублением русел рек. Одной из главных тем обсуждения стала реализация пилотного проекта «Аула Маната», к старту которого сейчас готовится регион. Этот проект очень важный, я его буду продвигать. Это один из самых серьезных проектов, направленных на решение проблем села. Проект направлен не в отношении поддержки крупных хозяйствующих субъектов наших населенных пунктов, которые сегодня, в принципе, я их благодарю и будем помогать, страна помогает, субсидирует там деятельность. Но этот проект направлен на конкретно семью, личное подсобное хозяйство. В частности, меньше чем за месяц в регионе решен ряд актуальных проблем, связанных с автодорогами. Благодаря договоренности, достигнутой руководством области с казахстанскими производителями «Битума», удалось сократить срок реализации дорожных проектов. Журналистов также интересовали вопросы, касающиеся решения проблем аварийных и трехсменных школ, водоснабжения населенных пунктов Мугалжарского, Иргизского и других отдаленных районов. «В приоритете остаётся привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса», – сказал Аким. «Все крупные компании должны быть приземлены к проблемам простых людей. Социальная сфера также остаётся ключевой. Совместно с вами мы сможем решить немало проблем населения», – отметил глава региона Ярлай Тужанов, добавив, что все предложения, озвученные журналистами, будут учтены. Почти 950 сайгачьих рогов изъяли у жителя Актюбинской области. На трассе Самара-Шимкен полицейские остановили автомобиль марки ВАЗ-2110. За рулём находился 41-летний водитель. В салоне также был пассажир – 61-летний мужчина. При досмотре в багажнике машины стражи порядка обнаружили семь коробок с сайгачьими рогами. Выяснилось, что груз принадлежит пассажиру. «В семи коробках находилось 765 штук сайгачьих рогов. Кроме того, по месту жительства мужчины было изъято ещё 184 сайгачьих рогов. Общий всего изъято 949 рогов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества. Как пояснил задержанный, товар он собирался продать на чёрном рынке. В среднем цена на них колеблется от 7 до 15 тысяч тенге на старые засохшие рога со сколами. До 80 тысяч доходит цена на свежие сайгачьи рога. 30 сентября в селе Ахсуат Теректинского района Западно-Казахстанской области распахнула в свои двери новая просторная мечеть. Строительство началось в августе 2021 года. Проект был реализован благодаря добровольного сбора средств населения и местных предпринимателей. Сегодня для мусульман нашего региона замечательный день. У нас сегодня в Святом Дне в Джуман-Намазе открывается мечеть посёлка Ахсуат. Мы рады, что в нашей области есть такие замечательные мечети. Спасибо тем ребятам, тем спонсорам, которые помогали строить такую мечеть. И в будущем у нас ещё будут такие мечети. И мы будем рады работать для блага народа, для блага нашего региона. И всем спасибо, которые поддерживали нас. Для села с численностью населения в 1250 человек открытие священного места – это знаковое событие. Мечеть в жизни мусульман играет огромную роль. У многих настоящая жизнь начинается как раз именно с посещения Дома Аллаха. Ведь для мусульман мечеть – это что-то большее, чем просто красивая архитектурная постройка с куполами и миноретами. Для нашего села открытие мечети – большая радость. Данное событие очень важно для нас. Ведь это так необходимо для духовного развития. Большое спасибо всем, кто участвовал в строительстве. После официальной церемонии собравшиеся совершили первый намаз в новой мечети. Отметим, что по Западно-Казахстанской области функционирует 50 мечетей и продолжается строительство порядка 10 религиозных объектов. Во Дворце культуры Атамикен в Уральске состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Учителя. С профессиональным праздником директоров школ, учителей, ветеранов педагогического труда поздравили местные исполнительные органы, специалисты сферы образования. Аким области Галий Искалиев вручил виновникам торжества заслуженные награды и отметил, что учителя выполняют особую гражданскую миссию – воспитание молодого поколения. Дорогие учителя, ветераны педагогической сферы, День Учителя – это очень теплый, близкий к каждому из нас праздник, поскольку учитель – это педагог. Не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия. Все мы вспоминаем наших наставников с особой благодарностью и признательностью за их искреннюю любовь, заботу и мудрые советы. Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Благодарственным письмом от Акима области была удостоена учитель русского языка и литературы школы-лицея номер 38 имени Алии Молдогуловой Эльмира Бесингалиева. Педагог, за плечами которого огромный опыт и 30-летний трудовой стаж, отмечает, что праздник учителя – это особенный праздник. Сегодня его отмечает каждый человек, потому что кем бы он ни был – президентом, моряком, водителем, врачом, музыкантом – прежде всего он чей-то ученик. Хочу поздравить от своего лица всех учителей нашей страны за то, что они вносят вклад в развитие республики страны, в обучение, в воспитание потрясающего поколения. Поэтому я думаю, что этот праздник отмечают не только учителя, но и все жители нашей страны, потому что они когда-то были учениками учителей. Большим подарком для любимых учителей стал праздничный концерт, подготовленный учащимися школ города. Редакция нашего телеканала присоединяется к поздравлениям и желает всем работникам сферы образования, здоровья, долгих лет жизни и побольше поводов для радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова